Давно я не встречала такого количества неоднозначной информации об одном и том же образе. Я говорю о представлении змееподобных существ не только в славянской, но и мировой мифологии. Так кто же такой Змей Горыныч? Откуда он взялся и какова была его изначальная функция? При упоминании этого имени в нашей голове тут же возникает образ дракона. И неудивительно, из-за того, как изображают Змея Горыныча, приравнять того действительно с змеями непросто. Масло в огонь подливают упоминания о том, что он летает, дышит огнем и похищает или охраняет прекрасных дев. В конце он бьется за богатырем-рыцарем, тот спасает прекрасную даму и все жили долго и счастливо. Да, с таким сходством сложно спорить, и возможно в становлении Горыныча имела место европейская мифология. Но все-таки на деле наш образ змея сложнее, чем обычного огнедышащего ящера. Мы знаем его как исключительно отрицательного сказочного персонажа. И с этим не спорят ни большинство наших исследователей, ни язычники, ни христиане. Но проблема заключается в его имени, который не дает покоя историкам и по сей день. Поскольку нет однозначного мнения, почему его звали именно так. К внешности мы вернемся позже. У язычников славян змей – это зверь, олицетворяющий собой, подобно тотемному животному, воду. Вода всегда ассоциировалась у них с навью и нечистью, что тот мир в себе таил. Отчество же Горыныча имеет гораздо больше проблем. Кто-то говорит, что данное наречение связано с первым русским богатырем – Горыней. Кто-то связывает с горем или гореть. Но основная масса исследователей верит, что наши предки воспринимали подобное существо как нечто далекое, нездешнее, так как горная местность – несвойственное явление на земле русской. Прообразом многоголового ящера служило много обстоятельств. Сейчас модно связывать нашу мифологию с греческой. В данном раскладе Горыныч схож с описанием с гидрой, у которой изначально одна голова, но отрубишь ее – вырастает три. И так с каждым разом. По мнению сторонников такой версии, Горыныч просто участвовал в битвах, оттого у него много голов. Однако данная версия сомнительна. В славянской мифологии было еще одно существо, что ближе к змею Горынычу. Этот многоголовый зверь охранял вход в мир Навь, стоя на Калиновом мосту через речку Смородину. Он был разумен и обладал речью. Интересно, что если вернуться к Древней Греции, то их загробный мир также охраняла многоголовая тварь – церпер. В любом случае, змей, теряя головы, не создавал новые, а пристраивал отрезанные обратно. В этом главное отличие от Гидры. Однако данного стражника нигде не называют змеем Горынычем, несмотря на дюжие сходства. Так откуда же последний все-таки взялся? Если подумать, то поведение, последствия и повадки данного персонажа походят на чьи-то набеги. Вот, собственно, и ответ на вопрос, который устраивает многих историков. Татара-монгольская ига вооружалась огненными стрелами, жгли посевы, дома, похищали молодых женщин. А после обкладывали наших предков Данию. То же самое в сказках делал и Горыныч. Как я и говорила, имя змея Горыныча обозначало, что он с чужих и далеких земель, с гор. Отношение к змеям усугублялось христианством и образом, связанных с дьяволом. А зло, как из местной, еще и многолика. Отсюда много голов. Сильный персонаж получился. Явление же богатыря, что побеждает змея Горыныча, отображает нашу победу над гнетом истинного зла в лице татаро-монгольского ига. Субтитры создавал DimaTorzok